20 годов кирования России, взлеты, падения, моменты славы и гонору, хвилины сором и отчая, и войны. Чечения, Грузия, Украина, Сирия. Но ни с кем за весь час кирования Владимира Путина Россия не встречалась так часто, как с союзной Беларуси. Выники двух десятков годов суседства с путинской Россией в сюжете Игоря Кулея. Это фейк. Фейк от государственного первого канала Российской Федерации. Александр Лукашенко обураны деяниями державного российского телеканалу. Журналиста, який зарабил сюжет, выслали из Беларуси. Чарговый красамонный приклад ускорбонку российско-беларусских взаимодачинений о пошних 20-ти годов. Двух десяти годов обудование супольной державы на словах и усе большей отдаленности у рычаисности. Были газовые войны, нафтовые войны, молочные войны, информационные войны и так далее. Особливо великая война была в 2010-м годе на передании президентских выборов в Беларуси. История взаимодачинения у двух державов, яклю странное отбитцо, относена у двух политиков. Справа не заладзилася с самого початку. В 2000-м годе, когда приходил Путин, но это была полная мера несподеванка для Лукашенко. Соправа, была полная мера несподеванка. И на моменте передела улады давайте узгадаем, на кого-то доставила Беларусь, с кем Лукашенко потребовал добрые контакты, готовы примакуются в школу. Яки оказались не по той боку барыканцы. До 2000-го года Александр Лукашенко и сам меу крамлёвские амбиции. Минавито тому документы об объединении с Россией Бориса Ельцина подписывались по скоранными темпами, один за одним. Тадыш сформавался и принцип, на яких две краины суясновали долгий час. В острые на язык политологи назвали его «Нафта у замен за поцалунки». От часу калипосаду в Москве занял Владимир Путин, «Нафта за поцалунки» працавала по инерции. А вот с технику интеграции офицейный Менск не узабавя сорвал стоп-кран. Этот союз будет строиться на принципах международного права и общепризнанных принципах при осуществлении таких союзов. Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Кому нужен такой союз? Причина у таким разладе шмат, але ледь негаловная у персонах двух политиков. Лукашенко и Путин – люди с абсолютно розным характером, розным бэкграундом и, как выник, розным стилем кирования. А редкие подобенствы делят их еще больше. Кожный играет на игру «Альфа-Самца». У любой стаи «Альфа-Самец» может быть только один. Подыход Владимира Путина до Беларуси тягом усих этих годов заставался таки ж сами. Еще в 2002-м, незадоволенный пропонованным менском форматом союзной державы, он про мови у свое крылатая «Мухи особна, котлеты особна». А риторика Александра Лукашенки про братерские почутцы и дзяды разом воевали, николи не приносила пожаданного вынику. Крепкий хозяйственник и эффективный менеджер зауседы говорили розными мовами. Если речь идет о Александре Григорьевичу Лукашенко, то в политике действуют другие категории, категории интересов. Война у Грузии в 2008-м, окупация Крыму в 2014-м, усе заразумели. Коли треба, Владимир Путин готовы выращать конфликты с силой. У 2018-м надышла и чарга Беларуси. Российский премьер Дмитрий Мядведев литерально поставил ультиматум «Хочете российских и льготных вуглеводородов становиться часткой России». Утым, что эта позиция Владимира Путина сумнева уняма, але для народу принята гулять у гульню. Владимир Владимирович не робит таких пропанова публично, а Александр Рыгорович николи не каже, что это нам пропануе Путин. Ну нам говорят, мы разные страны, намек на то, надо, чтобы была одна страна. А как это одна? Как это можно иметь одну страну с Россией? Вы, наверное, слышите. Давайте включим Беларусь в состав России. 18 годов тому Лукашенко адмавлялся нават верыть у такий сценар. А какой речь может идти поглощение Беларуси России или Беларусью России? И я вообще... Это порождение, наверное, все-таки нашей националистической оппозиции. Вот так. Владимир Путин тягом 20 годов зарабил за Александра Лукашенко националистичного оппозиционера. Это, конечно, жарт, але не только за то, что патриотичные Беларуси могут подяковать Владимиру Владимировичу. С упольными намаганиями политики паховали проект союзной державы. После початку податкового маневра у России формула нафта у обмена поцелунки отыходит уня быт. Москва перестала и окраней выдавать бесконцые кредиты. А тема политичной интеграции взлетела с повестки дня. Что получается? Что, в общем-то, к осени, я, который многие годы писал в дотациях, и тому подобное, я вам скажу в своих статьях, что вот, и спойка начинает жить за свой счет, за свои деньги. То есть это очень радует меня, это уверенность, это независимость. Теперь у Владимира Путина больше турбуют уластные справы. После 20-го доброй улады 67-го молоды и энергичный лидер заняты изменами у Конституции, как медь макшимость керовать Россией и надалей. И это хиба один и момент, у яким он бы мог признать Лукашенко своим менторам да наставникам.